Привет всем тем, кто все-таки решил узнать, что же так расшевелило мировые рынки за последние пару-тройку дней и как это связано с пандемией коронавируса. Сейчас будет осторожно позитивный спецвыпуск новостей на канале QWERTY. Компания Pfizer 9 ноября выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что ее вакцина от коронавируса обладает 90% эффективностью. Не то чтобы по традиции, а скорее по привычке 9 фактов о противокоронавирусной вакцине от американской компании Pfizer и германской компании BioNTech. Мы расскажем о том, что известно из зарубежных СМИ, из пресс-релизов и протоколов самих компаний. Первое. Код вакцины BNT162B2. Это одна из РНК-вакцин, разрабатываемых совместно двумя компаниями с января этого года. Это МРНК-вакцина, направленная на выработку антигена в человеческом теле. Вакцина содержит инструкции по выработке тех самых белков, из которых состоят шипики коронавируса. После введения вакцины клетки организма начинают вырабатывать эти белки. Эти белки сами по себе не опасны, но воспринимаются иммунной системой в качестве врагов, поэтому запускается иммунный ответ, и организм начинает вырабатывать антитела. Второе. Вакцина проходит третий этап клинических испытаний, в котором приняло участие более 43 тысяч добровольцев. Значительная часть из них имеют разные происхождения, расу, пол, вес и место проживания. Их возраст варьируется от 12 до 85 лет. Третья фаза испытаний стартовала 27 июля. Третье. Вакцину вводят в два приема, так же, как и российскую вакцину гам-ковид-вак. Максимальная эффективность наступает через 7 дней после второй дозы, то есть через 28 дней после первой. Во время испытаний из 43 тысяч добровольцев вторую дозу получили 39 тысяч человек. Четвертое. Эффективность вакцины оценивала независимая комиссия по мониторингу данных на основании промежуточного набора данных. В этом наборе фигурировало 94 подтвержденных случая заболевания ковид-19. Показатель эффективности в более чем 90% выведен из анализа данных добровольцев, получивших непосредственно вакцину, а не плацебо. Естественно, клинические испытания были рандомизированными двойными слепыми. 90% эффективность означает, что среди тех, кто получал вакцину, количество заболевших ковид было на 90% меньше, чем среди тех, кто получал плацебо. И да, большая часть тех, кто заболел ковидом в итоге, получали плацебо. Так как испытания еще продолжаются, то и эффективность может измениться в будущем, и окончательный результат испытаний будет получен тогда, когда количество заболевших ковидом достигнет 164. Между прочим, 90% эффективность это выше, чем у сезонных вакцин от гриппа, а ими, между прочим, прививают чуть ли там не половину населения всего земного шара и, соответственно, их испытывают каждый год. Пятое. Финальный анализ даст описание действия вакцины в случаях, когда человек ранее болел ковидом и того, насколько вакцина способна предотвращать тяжелые случаи течения болезни. Основная дата сейчас – это дата, когда Pfizer обратится за регистрацией вакцины в США для использования в экстренных случаях. Это два месяца с того момента, как половина добровольцев получили вторую дозу вакцины. Нужно удостовериться, что с ними все в порядке, то есть соблюдены все меры безопасности. Этот срок настанет на третьей неделе ноября. Шестое. Комиссия не зарегистрировала серьезных случаев, которые могут заставить усомниться в безопасности препарата и рекомендует продолжить собирать данные о безопасности и эффективности вакцины. Побочные эффекты были, но не тяжелее, чем у обычных вакцин для взрослых. Интересный факт. Когда компания Pfizer в 1992 году испытывала препарат на основе цитратосилдинафила для нормализации сердечной деятельности, они обнаружили необычный побочный эффект у пожилых пациентов. Те во время медосмотров почему-то предпочитали оставаться лежать на животе и страшно смущались молоденьких медсестер. Сейчас этот препарат называется совершенно по-другому. Как? Напишите в комментариях. Так что неизвестно, какие побочные эффекты могут объявиться у новой вакцины от Pfizer. Седьмое. Pfizer и BioNTech еще только обязуются опубликовать полные данные третьей фазы в научном рецензируемом журнале. То есть ключевых данных в открытом доступе на данный момент не имеется. Предотвращает ли вакцина перенос ковида бессимптомными пациентами? Предотвращает ли она тяжелые случаи болезней и смерть? Неясно, как долго будет длиться защита от вируса. Восьмое. Обе компании планируют еще в 2020 году произвести 50 миллионов доз вакцины для мирового использования и еще 1,3 миллиарда доз в 2021 году. Это возможно благодаря тому, что РНК-вакцины просты в производстве. Но очевидно, что возникнут проблемы с транспортировкой, потому что такой тип вакцины требует сильного охлаждения, в идеальном случае сухого льда. И девятое. Другие вакцины, помимо Pfizer, которые проходят на данный момент третью фазу испытаний, это вакцины, например, от Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Всего сейчас в разработке порядка 200 вакцин. Из них 52 находятся на разных стадиях клинических испытаний на людях, в том числе комбинированных. На третьей, заключительной фазе, находится 11 вакцин, в том числе виновница нашего сегодняшнего выпуска. Среди одобренных к использованию вакцин, а их всего 6. Причем одобрены они только для ограниченного использования на территории разработавших их стран. Две вакцины из Китая, две из Объединенных Арабских Эмиратов и две из России. Друзья, ссылки на протокол дизайна исследования, на пресс-релизы кампании и на коронавирусный трекер вакцин от New York Times находится в описании. На трекер реально можно надолго залипнуть, это очень увлекательно. Ну а мы ждем третьей недели ноября новых данных от компании Pfizer и я лично жду, когда на основе данных из рецензируемых научных журналов можно будет сравнить, прям как в каком-нибудь маркетплейсе, сразу несколько вакцин, выбрать из них лучшую и заказать бесконтактную доставку до двери. На этом сегодня все, большое спасибо вам за просмотр, оставайтесь с нами и подпишитесь на канал КВРТ здесь, на ютубе, в инстаграме и телеграме, напишите в комментариях, что же вы думаете о новой, точнее не новой, а просто 90% эффективной вакцине от Pfizer и до скорых встреч. Пока!